Благослови, Душа моя Господа, благослови Неси Господи. Во время Иоанна, восходя Иисус в Иерусалим, поят оба на десять ученика, едины на путь, речи им. Все восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет архиереям и книжникам, и осудит Его на смерть, и предадет Его языком на поругание, биение и пропятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступи к Нему, мать и сыну Зеведееву, с сыном Освоима, кланящейся и просящей нечита от Него. Он же речи ей, «Чесо хочешьи», глаголы ему, «Рцы, да сяди, то сия, оба сына моя, иди на десную тебе, иди на шую тебе во царстве твоим». Отвещав же Иисус рече, «Невестася, чесо просита, может, олепите чашу, и же ас имам пити, или крещением им же аскрещаюся, креститеся?» Глаголы стыма, «Можева» и глагола има, «Чашу, оба мою испиеты, крещением им же аскрещаюся, креститеся?» «А и же сесть и одесную мне, и ашую мне, несть мои дати, но им же уготовайся от Отца Моего. И слышавши десять негодоваша, о, обаю брату!» Иисус же призвав их рече, «Весть я, как князь, язык господствует ими, и велицы обладают ими. Не така же будет вас, но ижащий хочет вас вящей быти, да будет вам слуга, и ижащий хочет вас быти первой, буди вам раб». «Як уже сын человеческий, не приди да послужит ему, но послужите и дайте душу свое избавление за многих». Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! Сегодня четверг, 22 августа. И мы с вами читаем Евангелие от Матфея, 20 главу, 17 по 28 стих. И сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки, послушаем, как они звучат. «Восходя в Иерусалим, Иисус дорогу отозвал двенадцать учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых сыновьями своими, кланясь ей чего-то, прося у него. Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы си два сына Мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мы будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому готово на отцом Моим». Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. И Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Такие в ангельской строке в сегодняшний день мы слышим. Господь идет в Иерусалим. Это его последнее путешествие в Иерусалим. Там довольно скоро произойдут самые главные события, касаемые спасения нашего. Господь идет на вольную страсть ради нашего, ради спасения, да, как об этом церковь воспевает уже великий понедельник, последнюю неделю перед Пасхой. И вот отзывает Господь двенадцать учеников своих и наедине с ними говорит им об этом, что мы идем в Иерусалим, и вот там случится то, что предадут меня и осудят на смерть, отдадут язычникам. То есть здесь Господь им показывает, как все будет, что суд будет бесчестный, что Господь примет страдания от рук римлян, примет страдания, поругания, примет смерть. Господь говорит, ну воскресну, в третий день воскресну. Тяжелые слова для учеников его, тяжелые и, в общем-то, и непонятные. А почему непонятные? Всегда здесь возникает такой вопрос. Ведь ученики его видели примеры воскресения уже. Да, ведь довольно скоро будет еще для них пример воскресения четвердневного Лазаря. Так вспомним, Господь воскресил сына наинской вдовицы, потом воскресил дочь начальника синагоги. Ведь все это было пред их глазами. И, в общем-то, мы с вами можем предположить, что, возможно, и не только такие примеры были. Ведь в Евангелии далеко не все написано, что было с Господом. Как говорил об этом постол Ян Богослов, что если бы вообще все писать, то весь мир бы не вместил написанных книг. Но здесь, когда Господь говорит о своем воскресении, ученики, они входят в некое замешательство. Они отказываются воспринимать это. По двум причинам. Во-первых, здесь в их мировоззрении происходит столкновение двух предметов. Они, с одной стороны, понимают, что ты ведь Бог, да, ты всемогущий. Ну, какая может быть смерть? Ты ведь истинный Христос, тот помазанник, царство которого не будет конца. О какой смерти вообще может тебе речь? Если говоришь о воскресении, значит, тебя должны убить, но ведь это невозможно. Здесь, возможно, им кажется, что Господь говорит снова какую-то притчу, которая имеет свое особое значение. А потом, если говорить о воскресении, да, они могут вспомнить, что кто-то воскрешал умерших, да, Господь воскрешал. Но чтобы сам себя кто-то мог воскресить, такое они, представьте, понять не могут. То есть, получается, слыша Христа, они не слышат Его. Слыша важнейшие слова, они отказываются их воспринимать. Как вот дальше себя ведут? Приступают ко Христу, мать сыновей Зеведевых, своими сыновьями, Яков, Иоанн и мама их. Совсем недавно апостол Петр спрашивал у Господа, что вот мы оставили все и пошли за тобой. Что нам будет? Господь говорил, что вы воссядьте на двенадцать престолов в Царстве Божьем, чтобы судить двенадцать колен израильского народа. А вам будет дана вот такая власть. То есть, в жизни, будучи до времени, видимо, суда над всем человечеством, свои будут судить своих. После будут судить соплеменников своих. Видимо, вот вспомнив об этом, возможно, долго и как-то между собой рассуждали о Кавсаном. Здесь, кстати, мы видим пример их еще как поврежденных людей, которым свойственно и зависть, и тщеславие какое-то, и славолюбие какое-то, желание особой почести. Возможно, мама их здесь, опять же, как это бывает, желая добра своим детям, ищет что ли особой славы для них. И вот в таком состоянии они приходят к кресту и просят, что вот давай, Господи, дай нам вот то, что нам хочется. Пусть один будет сидеть по правой стороне, другой по леву, как бы наиболее близко к тебе. Хотя, казалось бы, ведь Яков, Иоанн, они и так Господом, что ли, выделялись зачастую. На Фаворе они были вместе, еще в каких-то местах. Вроде бы и так ведь достаточно для вас особого внимания. Но здесь они, получается, завидуют дедапостолу Петру. Почему без него подходят здесь, как бы так вот несколько втайне, пытаясь, что ли, что-то решить для себя. Вот, ну, бестное состояние человека. Человек в поврежденном состоянии, он и в духовной жизни ищет какой-то корысти. Ищет какого-то, ну, что ли, греховного для себя. Эти люди ведь стали совершенно другими после сошедствия Духа Святого на них. Другими, уже бесстрастными, уже нищими вот это первенство друг перед другом. А наоборот, служащие друг другу. Вот Господь говорит им, что вы не знаете, чего просите. Как об этом здесь эти строки объясняют толкователи. Ведь в какой-то степени по правую сторону, по леву в Царстве Божьем. То есть, вот, с Богом Троицы, ну, быть никто не может. Ни люди, ни ангелы. Ну, какое, может быть, да, вот, рядом с Творцом такое присутствие. Но Господь говорит, что вы, то есть, не понимаете. Вы, что ли, по-земному как-то воспринимаете Царство Божие, как Царство земного Царя, что ли? Вы так, видимо, это представляете? Дальше, говорит, можете пить чашку, которую буду пить, крещением, креститься, которыми я крещусь? Здесь, говорится, чаши страданий, которые Господь пьет за нас. Вроде бы страданий, но Господь идет на это с радостью, что это исполнение любви его к роду человеческому. Так как чаша вина, которая вроде бы радует человека, здесь Господь употребляет свои страдания из этой чаши вина. А креститься крещением крови. Господь идет проливать кровь из-за нас, которая, как бы, кровь, омывающая рот человеческий. Вот Спасители спрашивают, вот, можете вы сделать тоже? И они здесь очень быстро говорят, что можем. Как Латус здесь отмечает, спешно говорят, из желания получить, что ли, просимое. То есть не готовы совсем согласиться, лишь бы получить то, что им хочется. Ну, Господь им говорит, что, ну, да, крещение, которое я крещусь, будете креститься, и чашу будете петь. То есть по милости своими отдавам, это участие в своих страданиях. Вы примете вот эти вот и гонения, и муки, и смерть ради меня. Все это, все это будет. А вот что касается, кому сесть по правую сторону, по левую, нет, меня зависит, но кому готовен отцом моим. Здесь-то как объясняется. Здесь говорится об апостолах Петре и Павле. Они стали первоверховными. Почему? Что особенно много потрудились. И из-за этого, как бы, Отец Небесный прославляет их особенным образом. Мы их почитаем, как бы, даже несколько особенным образом. Все апостолы велики, все славные, но есть первоверховные за труды. Вот, получается, Яков с Иоанном, они, несомненно, достойны славы. Но в какой-то степени, может, неправильно скажу, но ниже, что ли, Петра и Павла. Господь об этом и говорит. Почему готова на тем отцом моим? А потому что Бог уготовляет то, кто будет трудиться. То есть его награда, она не для кого-то отдельного, для того, кто потрудился и взял ее, эту награду. Так вот и здесь. Услышав это, прочие ученики стали негодовать, видим, на братьев. Конечно же, что, смол, что вы тут ищите первенство. Тогда Господь собирает их и примиряет. Говорит, что вот не будьте подобны к изям народов-язычников, которые ищут какой-то славы, первенства, вы не будьте такими. Помните, что у Бога ценится смирение, ценится крутость, а не какое-то чеванство, не какая-то заносчивость. Да между вами пусть не будет такого. Кто хочет быть большим, пусть будет слугой. Пусть потрудится в смирении больше всех, и будет перед Богом больше. Да кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. И ученики жили ведь так. И вообще вся жизнь христианская, она призывает нас именно к этому. Любить друг друга, служить друг другу. Какое было бы благо, если бы мы действительно жили все вот именно так, пытаясь потрудиться ради ближнего, действительно бы наступило, наверное, какое-то удивительное царство любви бы на земле. Господь и себя как премьер приводит, что вот я, Бог, ставший человеком, и для того пришел, чтобы мне служить, чтобы самому послужить, и отдать душу свою для искупления многих. Вот такие евангельские строки сегодня мы с вами прочли, братья и сестры, читали мы Евангелие от Матфея, главу 20, 17 по 28 стих. Благословение Господне, да, пребывает со всеми нами. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!